Вернулись живыми и здоровыми. Бойцы Росгвардии прибыли на малую родину, выполнив с честью и достоинством воинский долг в спецоперации на территории Украины. На границе Карачаева-Черкесии их первыми встретила наша съемочная группа. Сейчас мы стоим на границе Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Ждем бойцов Росгвардии с минуты на минуты. Но больше всех их ждут, конечно, родные и близкие. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с какими ожиданиями вы сейчас здесь стоите? Ой, мы ожидания. Ждем уже пятый месяц. Слава Богу, что наши все мальчики возвращаются. Мы очень-очень рады. Родные и близкие. Друзья бойцов ОМОН и СОБРа Карачаева-Черкесии с раннего утра уже стояли на границе, предвкушая долгожданную встречу под аккомпанемент патриотических песен. Маленький Рома встречает папу не только с младшим братом и мамой. Мы пришли встречать с попугайчиком нашего любимого папу. Соскучились? Да. И вот вдалеке, в полуденном Мареве раскаленной трассы, показалась автоколонна. Буквально десятки метров до родной республики. Громкая «Ура!» и развивающиеся на ветру флаги встречают солдат Росгвардии. Всю дорогу от границы до главного управления сигналы автомашин оглашали приезд долгожданных бойцов. Встречные водители отвечали им тоже, нажимая клаксон до упора. И вот уже открываются ворота в управление. И вся автоколонна заезжает в родные пенаты. Четким строем росгвардейцы направляются на плац. Здесь их уже ожидают глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, руководитель территориального органа Андрей Пархоменко, ветераны Росгвардии. Глава в своем выступлении отметил неоценимую помощь бойцов Росгвардии Карачаева-Черкесии по обеспечению безопасности нашей Родины. Поблагодарил командование и всех сотрудников за проявленное мужество и отвагу в спецоперации на Украине, а также семьи защитников за их поддержку. Для меня большая честь сегодня находиться рядом с вами и приветствовать живыми и здоровыми на родной земле. Я очень рад, что все бойцы управления Росгвардии по Карачаева-Черкесии достойно и профессионально выполнили поставленные боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. И самое главное, в полном составе без потерь вернулись домой своим семьям, родным и близким, которые, уверен, каждую минуту мы с вами были с вами, переживали и тревожились за вас. Знаю, насколько мужественно и профессионально вы защитили людей в Донбассе от жестокости националистических формирований. Я поздравляю вас с победой. Я не оговорился. Главная победа, которую вы одержали, это победа над собой. Я знаю, сколько пришлось выдержать, вытерпать, вынести. А лозунг спецназа все знают. Победишь себя и будешь непобедимым. Дорогие ребята, вы непобедимы. Считаю, что поставленная задача верховным главнокомандующим вами выполнена. За это вам огромное спасибо. Но не надо забывать, что у нас ждут еще путни, и задачи на местах тоже нужно выполнять. Считаю необходимым поддерживать боевую готовность, дисциплину и служить Родине в дальнейшем. Момент встречи бойцов и родных оказался самым эмоциональным. Родные военнослужащих рыдали на груди своих защитников. Слезы, которые невозможно сдержать. Вы гордитесь своим сыном? Да, да, очень, очень, очень горжусь. Все, всеми ребятами горжусь. Я не только всеми, которые были там. Всеми, всеми. Я молилась за всех. Мы с ней за всех, мы с Любой молились за всех. Чтобы они живы были, чтобы Бог всем лишился. Им только здоровье. На руках, буквально несколько минут назад, державших автомат, сейчас убаюкивается малыш. Его еще не было, когда папа уезжал выполнять свой долг. Защищать мирных жителей. Таких же малышей, матерей, бабушек. И вот сегодня наградой для бойцов стала эта встреча с родными после опасной командировки. Фатима Дорова, Руслан Харченко. Вести Карачаева, Черкесия.